Здравствуйте дорогие друзья! Зима уже наступила, а вместе с ней и очередной выпуск программы Кинофрэ. И на этой неделе вас ждут премьеры буквально на любой вкус. Судите сами. Голос улиц, шеф Адам Джонс, рок на востоке, кто там и зеленый ад Элая Рота, город монстров и конечно же все самое интересное из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах. Ай, Грей, что надо? Хочу сказать пару слов. Уже с августа этого года в мировом прокате гремит музыкальная биографическая картина F. Гэри Грея прямиком из Комптона, которая добралась и до нас на этой неделе под названием Голос улиц. Это ребята из Комптона, Ice Cube, EZE и Dr. Dre. Они хотят Голос улиц, мы дадим им Голос улиц. Это история группы NWA из Комптона, штат Калифорния, которая в середине 80-х произвела революцию в хип-хоп музыке. Это мой сын! Быстро вернулась в дом! Не указывай моей маме! 50 долларов, Андре, своими пластинками ты себя не прокормишь и счетов не оплатишь! Это только начало! Объединение NWA в составе Доктора Дре, Ice Cube, MC Rana, EZE и DJ Yellow стали голосом поколения несогласных и действительно заслужили звание «Самые опасные улицы в мире», став прародителями жанра и хип-хоп культуры в целом. «Если бы выпал шанс реально все изменить, ты бы рискнул?» «Давай-ка первую строчку!» «Другое дело!» «Скажу вам честно, я ничего не понимаю в хип-хопе, но я вижу, что у вас талант». «Случайно не заблудились?» «От этого еще более интересно выглядит желание создателей Комптона сделать свою музыкальную киновселенную, второй ласточкой которой станет картина о лейбле Death Row, на котором издавались Тупак Шакур и Snoop Dogg. «Не смейте задерживать моих клиентов за их внешний вид!» «Ваши песни, пропаганда насилия и наркотиков, наше искусство лишь отражает реальность!» «Приоткрой людям правду, и у них сорвет крышу!» «Игры закончились!» «Это угроза со стороны правительства!» «Теперь они решают, что нам петь!» «Голос улицы» казался не столько фильмом о рэпе, сколько о толерантности, свободе и бунтарском духе. Отсюда и внушительные сборы, и признание зрителей и прессы. Создателям удалось невозможное – превратить нишевое кино в историю, которая будет интересна и доступна всем. Так что сходите в кинотеатр, даже если понятия не имеете, кто такие Ice Cube или Доктор Дре, и узнайте, почему же их называли самой опасной группой в мире. «Если не сдадимся, весь мир нафиг перевернем!» «Голос улиц» «Голос улиц» «Как они сами называют спортивной команде Dope Club» «Алмаз и Глеб» «Больше известны, как Томас Мраз и Глебаста Спал». «Привет, парни!» «Привет!» «Я собрал в себя сам, собрал в свою жизнь и мечту, а те, кто на месте сидит, хоть и тёплым, я понять не смогу, я понять не хочу, те, кто забыл про мечту, жизнь – это редкий приз, редкий как карточка мню». Ну что, начнем с первого традиционного вопроса, в общем-то. Понравился или нет фильм? Какие общие впечатления? Фильм понравился однозначно. Хорошая режиссерская работа и игра. Ну и просто фильм жизненный, который каждому, кто хочет что-то для себя узнать, когда смотрит фильм, то он дает это. «Да, но твои песни, они гламоризируют свой стиль ганг, ганг, драг. Наша арта – это рефлексия нашей реалии. Что ты видишь, когда ты идешь на дверь?» И я видел у кого-то в Твиттере такой прикол, что сын Ice Cube больше похож на Ice Cube, чем Ice Cube. Там даже прикольно была сцена, где Ice Cube со своей женой, у него сзади бегают его дети, то есть его сын, и в кадре его сын как персонаж. Какие моменты, больше всего, что понравилось? История, музыкальная составляющая, что больше зацепило? Саундтрек очень крутой, и понравилось то, что много уделено внимания именно процессу созидания, как они писали биты, настукивали их на драм-машинках, как играли, ну, как это все зарождалось. «Крузинь down the street in my 6-4» «That ain't it» «It really ain't» «Эй, Эй, Дрей, you gotta go if we gonna do this Cube, you gotta go» «The fuck out of here, you guys» «В этом фильме они просто живут своей жизнью, делают свое дело, и...» «Ну, это все ведь true story, основана на реальных событиях, и...» «Ну, интересно было посмотреть, как это было, потому что и Дре, и все ребята, кого в этом фильме показывают нам, они принимали участие в постановке и сценарии, ну, то есть это все очень интересно, как документалка даже, можно сказать». «Я уже знаю, что я хочу делать с моей жизнью, и они definitivamente не сидят в кубиках, принимают...» «Вы вот как люди, которые, то есть, непосредственно связаны там...» «Ну, то есть для вас, в общем, это как для большинства людей не вы новинку, то есть вы видите там студию звукозаписи, процесс там сочинения музыки, того там, как у кого флоу ложится на биты и так далее. Вот насколько правдоподобно показана кухня вся музыкальная». «Довольно быстро они там все это мутят, и...» «То есть, если раз Дре написал биток, и уже кто-то на него запрыгнул, сразу зашел в будку, и уже трек готов. Так, на самом деле, не всегда получается на фристайле». «То есть одна сцена, как Дре приносит на студию Dead Row бит, и там пишется тупак. И я читал интервью с доктором Дре, он писал то, что... «Однажды я принес бит, как бы ко мне на студию пришел тупак, это был бит California Love, и мне нужно было выйти со студии ненадолго, и я вышел, когда вернулся, тот трек уже был записан, и это был хит. И это в фильме обыгрывается, конечно, немножко жестче. Там, типа, они пишут трек, и за дверью начинается пальба, он выходит туда, там, щемит какого-то парня, собака. И, ну, вообще-то так, конечно, жестко у них все происходит. Я не знаю, я бы так подписаться не смогу, наверное». «This gonna start some shit, but this what we need. Hell yeah!» «Fuck the police coming straight from the underground, a young nigga got it bad, cause I'm brown, and not the other color, so police think, they have the authority to kill a minority». «Это, во-первых, другая страна. Во-вторых, это, как бы, зарождение, там, хип-хопа как музыки. Сейчас все равно музыки гораздо больше, она гораздо интересней. Вот именно музыкально, насколько все сильно, то есть, насколько сильные отличия произошли, там, вот, за, там, прошедшие 25-30 лет». «Я уловил для себя такую разницу, то, что со временем все немного рапатизировалось и стало не таким натуральным, как раньше, то есть, обросло ГМО, может, каким-нибудь. Ну, это, наверное, какой-то эффект, который пытался показать в «Удеален» в фильме «Полнить в Париже», то, что раньше всегда было лучше. Ну, для меня, например, это выражается в том, что раньше все делали вживую, в настоящем времени, то есть, два диджика крутят винил, остальные читают под минус. Сейчас такого нет, сейчас принес флешку, как бы поставил это в диджей-пульт. Диджей переключает треки, сводит их, а ты выступаешь под плюс. Да, конечно, это твой выбор, как это делать, но подавляющее большинство музыкальной индустрии так и делают. Крупные артисты так и делают. Кому вы этот фильм могли бы посоветовать посмотреть? Я бы этот фильм посоветовал посмотреть нашим федералам, так скажем. Которые всегда на хвосте. Они на хвосте всегда. Потому что в этом фильме затрагиваются такие темы, как дискриминация и безнаказанность со стороны полицейских. Когда они просто месят какого-то человека. Будь он чернокожий, будь белый, это не важно. Потому что в нашей стране тоже встречается такой беспредел. И меня это очень сильно волнует. И мне было интересно взглянуть на это именно с исторической точки зрения, которая в этом фильме представлена. Глеб сказал, что не нужно пользоваться своей властью, злоупотреблять. И насчет пропаганды, это странная вещь. Потому что мы можем запретить, конечно, затрагивать какие-то темы. Но разве от этого кто-то перестанет знать и узнавать про эти темы? Нет, есть такое понятие, как интернет, где можно найти все что угодно и испортить свою психику за сутки буквально. Но это как и большой риск, так и большая сила. Там очень много информации. Короче, нужно просто оставаться на самом контроле, следить за кармой и смотреть хорошее кино. Ну что ж, друзья, мне добавить особенно нечего. Если вам интересен не только хип-хоп, но и интересная музыка и хорошее кино, то обязательно сходите на картину «Голос улиц» и обязательно послушайте треки ребят из объединения «Топ Клаб». «Голос улиц» Вчера ты толкал наркоту в притоне, а сегодня обедаешь в Белом доме. Адам Джонс? Я думала, ты умер. Мистер Джонс, ваша кредитная карта заблокирована. «Если решишь открыть ресторан, минимум десяток людей будет пытаться убить тебя». «Я долго думал о том, как ты поступил со мной. Прощаю. Мы же как братья». Самая вкусная премьера недели – это шеф Адам Джонс Джона Уэлса. «Ты не появлялся три года. Чего ты хочешь?» «Сделать свой ресторан лучшим в мире». «Кухня!» «Да, шеф!» Некогда знаменитый и скандально известный шеф-повар Адам Джонс окончательно выходит из-под контроля и теряет ресторан в Париже. Однако за падением всегда следует взлет, поэтому Адам уже собирает команду для своего нового лондонского проекта. «Есть красивое платье. Мне нужно на вечеринку и…» «Я не знаю других девушек». «Если получишь три – все, ты еда». «Притворись, моя девушка». «Если я твоя девушка, возьми меня за руку». «Будь ты моя девушка, и мы бы поссорились еще в такси и уже бы не разговаривали». Ах, как же мало проектов про еду и готовку запускают голливудские и европейские продюсеры. Их буквально можно пересчитать по пальцам. «Джули и Джулия», «Душевная кухня», «Вкус жизни», «Пряности и страсти» и «Наша кухня в Париже». Почти все они имеют высокие рейтинги и народное признание. Шеф Адам Джонс в этом ряду тоже далеко не последний, особенно учитывая сверхзвездный актерский состав. «А вдруг он Дарт Вейдер?» «Хочу извиниться за Париж». «Что случилось в Париже?» «Я пытался все контролировать. Приготовление киты – это выражение нашего я. Мы должны вызывать кулинарный оргазм». Судите сами, в ленте занятый Брэдли Купер, между прочим, четырехкратный номинант на премию «Оскар», а также Сиена Миллер, Амар Си, Даниэль Брюль, Алисия Викондор и даже Эмма Томпсон. Но руководить всей этой бригадой крепкий постановщик Джон Уэллс, на счету которого, например, в компании «Мужчин» и «Август». Напомни мне, никогда больше не обсуждать с тобой еду на людях. Не знаю, смогу ли я. В одиночку не получится. Ты лучший. Мы хотим, чтобы ты привел нас туда, куда нам без тебя не попасть. Западные критики не очень тепло приняли ленту, а кассовые сборы в США оставляют желать лучшего. Впрочем, не стоит расстраиваться заранее. Ведь если вы любите смотреть, как куча голливудских миллионеров ссорятся на кухне из-за немытой кастрюли, то вы явно по адресу. Шеф Адам Джонс уже в кино. Сегодня день рождения у моей дочери Лилии. Мне нужен торт. Никаких тортов. Ты же шеф. Ты должен делать торты. Это вылядает оруще на людей. Да, и делаю классные торты. Ну как? Я ела и лучше. Правда? Шеф Адам Джонс. Хэллоуин прошел уже две недели назад, однако в свои законные права на экранах вступает только в этот уикенд. Отличным примером тому служит выход сразу двух картин Лая Рота в российский прокат. Лая Рот в первую очередь известен как ученик Квентина Тарантино, сыгравший яркую второстепенную роль в его «Бесславных ублюдках». На его режиссерском счету, литерат, две части «Хостела», сериал «Хэмлок Гроуф», да, пожалуй, и все. Однако два его крайних фильма вы сможете посмотреть буквально сегодня. Начнем с каннибальского хоррора «Зеленый ад». Группа студентов и активистов путешествует по Амазонке. Их цель – спасти вымирающее племя коренных жителей Сельвы. Но авиакатастрофа рушит их планы. Студенты становятся заложниками племени людоедов, которые они так защищали. Зеленый ад вышел у себя на родине два года назад. И хотя произвел на зрителей должное впечатление, все равно не встал в один ряд с адом каннибалов и прочей жанровой классикой. Это тягучая, абсурдная и под завязку забитая паникой и натурализмом кино, которое демонстрировали еще в прошлом веке в Грайнхаус кинотеатрах. Так что, если вы не из робкого десятка, то сходите в кино и узнайте, как страх сожрет тебя. Ты же все понимаешь. Ты знаешь, что они с нами сделают. Вторая совершенно иная по содержанию картина Рота в прокате на этом неделе – это триллер «Кто там». Я люблю вас. Пока. Пока, мамочка. Отправив семью за город, архитектор Эван остается на выходных дома один доделывать срочный проект. К нему стучатся две милые молодые девушки лет двадцати, насквозь промокшие и заблудившиеся. Эван не мог предположить, что протянутая рука помощи обернется для него чередой изощренных издевательств, изысканных пыток и медленного садистского уничтожения семьи. Как и в случае с «Зеленым адом», вряд ли режиссер привнес что-то новое в жанр триллера с ужасной неверности. Однако посмотреть его стоит хотя бы из загорячих «Анэг Арм» и «Лоренци Изо». Ну и, конечно же, Киану Ривза, который в последнее время начал выбирать более интересные проекты. А вот кто вам больше в душе загоритыми баллы или горячие красотки изверги, решать разумеется вам. Ну и сходите в ближайший фильм театр. Желаю вам приятного просмотра. Бойся своих желаний. Тук-тук. Тук-тук. Кто там? Эван, сколько мужей вы жили в этой игре? Не один. Верно! Помогите! В кино с 12 ноября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам понравилось? Понравилось? Песчинка попадает в устрицу и раздражает ее. Что получается? Жемчуг. Вы этот раздражитель. Вы будете моим менеджером? На экранах страны новая работа Барри Левенсона «Рок на востоке». Рок-менеджер Ричи Лэнс. Что случилось с твоей улыбкой? Улыбкой Ричи Лэнса. Ты был крутой чел. Я и есть крутой чел. Терпел неудачи. Стареющий и постоянно терпящий неудачи музыкальный продюсер решает зацепиться за свой последний шанс в карьере и раскрутить девушку с поистине золотым голосом. Вот только есть одна проблема. Сначала ее нужно вывести из Афганистана. Проснись и пой, птичка. Да! Девка ушла. Но как же шоу? Ну, наверное, шоу маст гон. Какого черта я здесь делаю? Добро пожаловать в дунгли! А скороносный режиссер Барри Левинсон после получения заветной статуэтки за «Человека дождя» еще долго оставался в высшей голливудской лиге. Однако в последние годы начал немного буксовать. Однажды в Голливуде залив и унижение прошли почти незамеченными. И кажется, рок на востоке ждет та же судьба. Я потратил жизнь на поиски голоса. Ты поешь? Нет. Но я умею другое. Отчего ты сам запоешь? Эй! Сэр, я никогда не видел ничего подобного. Ну, сейчас война, сынок. Прошлой ночью я слышал, как ты поешь. Это судьба. Им запрещено петь. Они убьют ее, а потом нас. Это хорошие парни. Мы должны им помочь. Я должна петь. И не иначе. Это безопасно? Безопасно, милый. Хорошо, только мои 20%. Как это обычно принято у Левинсона, актерский состав «Рока на востоке» мега-звездный. Билл Мюррей, Брюс Уиллис, Кейт Хадсон, Зоя де Шанель и многие другие. Мне обещали безопасность. Стараемся, чувак. Мне нравится твой голос. Если ты веришь в ее талант, делай что-нибудь. Я уверен, вы слышали об афганских звездах. Афганские звезды типа голос страны. У Сулимы есть дар, есть магия. Она лучшее, что я слышал. Я до сих пор в игре. Зарубежные критики и зрители уже успели негативно оценить «Рок на востоке», отметив слабость самой истории, несмотря на интригующие вводные данные. Однако, возможно, сходить в кино все-таки стоит. Хотя бы ради любопытного актерского состава. «Рок на востоке» – мы ищем таланты. «Рок на востоке» Можете спешиться, я менеджер. «Ассаламалайкум на баталай барракату» И тебе того же. «Рок на востоке» Бог есть. Он живет в Брюсселе. «Заповедь 2129» «Когда поместишь ту ванну тело своё, да раздастся звонок». «Заповедь 2128» «Да будет всегда быстрее, соседняя очередь». «Ты гнусно поступаешь с людьми, смеешься над их страданиями». «Заходила в мой кабинет». «Любой дурак справился бы лучше тебя». «Не заходи в мой кабинет». Зрелище для ценителей. На экранах «Новейший завет» Жако Ван Дормеля. «Новейший завет». «В этот момент я поняла, что пора действовать». «Знаешь, что учудила твоя дочь?» «Всем разослала даты их смерти». «Да, друзья, Бог действительно существует». «И живёт он в обычной брюссельской квартире вместе со своей семьёй». «В последнее время он всё чаще злоупотребляет своим положением». «И когда его собственная дочь захочет проучить отца, мир уже никогда не останется прежним». «Как провести остаток дней? Самый популярный вопрос в соцсетях». «У меня впереди 62 года. Проверил?» Бельгийц Жако Ван Дормель приобрёл мировую известность после выхода его дебютной полнометражки «Тото-герой», которая получила целых два приза в Каннах, включая «Золотую камеру» за лучший дебют. С тех пор неторопливым темпом, примерно раз в 7-8 лет, Ван Дормель презентует свои новые работы, самый известный из которых является, разумеется, «Господин Никто» Джаредом Лето и Дайан Крюгер в главных ролях. Фильм, достойный золотой пальмовой ветви. «А он вам глазки строит?» «Мне кажется, он такой красивый. Правда?» «Эйя!» «Кто это?» «Бог!» «Нас сотворил небритый бомж в халате?» «Что произошло?» «Чудо! Господь сказал, возлюби ближнего, как себя». «Да ни хрена!» «Простите?» «Не говорил я такого!» Главную роль в «Новейшем Завете» исполнил один из лучших комедийных актёров стран «Венилюкса» Бенуа Пульварде, которому помогают Франсуа Демианс, Катрин Денёв и многие другие. «У твоего отца села, как у супергероев?» «Эйя! Ходить по воде не твой приём!» Несмотря на то, что лёгкими для восприятия работы в «Андормеле» никогда не были, «Новейший Завет» рассчитан на самую широкую аудиторию, что в данном случае идёт ей только в плюс. «Новейший Завет» – бог существует, и он живёт в Брюсселе. «Располагайся! Выпить хочешь?» «Вы не знаете, с кем связались!» «Что тут происходит?» «Ага, это ты!» «Новейший Завет» «Привет, это стала Кевин!» «Да!» «Смотрите в кино!» Вот и все на сегодня. Скрашивайте долгие зимние вечера походами в кинотеатры. Надеемся, что вы выбрали премьеру себе по душе и вам понравились эти минуты, проведенные в нашей компании. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал Вимео. С вами была программа Кинофрэш. Увидимся в кино. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok